Заворский район города. Автокооператив номер 9. Четверг 16 декабря. Именно по четвергам и субботам, как написано на вывеске, председатель кооператива в здании правления принимает граждан. Дмитрий Колобков, избираемый председателем на общем собрании членов кооператива уже 19-й год, идет выполнять свои обязанности. Но дверь в правление закрыта, путь ко входу перекрыт. Оно сдано в аренду. Каким образом? Никто не мог его сдать в аренду. Это общественно. Вы решайте через счет, пожалуйста. Собственно, Дмитрий Колобков и пришел сюда из суда. Накануне 13 декабря Заворский районный суд вынес решение о восстановлении Дмитриева Колобкова в должности председателя. Судебные тяжбы начались после того, как в июле 2021 года Колобков был снят с этой должности внеочередным собранием членов кооператива. Так вот, решение этого внеочередного собрания суд посчитал незаконным. Принятое на нем решение об отстранении председателя Колобкова от должности суд постановил отменить. Решение суда, сказано в постановлении суда, исполнить немедленно. А вы кто? Председатель. 4 августа. Председатель. Откуда у вас? Председатель? Забейте, пожалуйста, в интернете. Председатель 9 автокоператива. И там будет написано моя фамилия, имя отчество. Какие вопросы? А как ваше фамилию, имя отчество? Скажите, пожалуйста. Вот. Я не оспариваю это. Я с этим согласен. И я не буду настаивать на вашем присутствии абсолютно. Но давайте, пожалуйста, сделаем по закону. Если вас здесь назначили, вы, пожалуйста, придите в налоговую, в реестр. Пусть вас поставят официально по реестру то, что вы здесь назначите председателем кооператива. Приходите, и я вам обещаю, что эти двери просто откроются, и вы сюда свободно зайдете. В четверг, 16 декабря, Колобков в здание правления так и не зашел. Утро субботы, 18 декабря. Восстановленный судом в должности председателя Дмитрия Колобков к 9 утра, как и положено, вновь идет на работу. Дверь правления закрыта, поставлена на сигнализацию. Но таблички, что здесь находится правление, на двери уже нет. Юрий Николаевич Пышнограй, который незаконным образом был зарегистрирован как председатель правления, и судом это все отменено, он говорил, что он сдал это правление, площадь правления, помещение правления, в аренду. Договор он не принес. Сегодня разговаривать отказывается, ключи не передает. Решение суда о немедленном исполнении восстановления Дмитрия Борисовича Колобкова, то есть меня в должности председателя правления 9-го оператива, исполнять отказывается. Когда решение суда не исполняется, вот явно закрыто помещение, никого не пускает, и все на месте. Это как? Только после четырех месяцев судебных разбирательств принято решение о том, чтобы восстановить человека, который занимал эту должность. Но и сейчас это все стоит на месте. Копии решения суда для ознакомления вручают членам кооператива, которые по привычке приходят к правлению заплатить членские взносы. Принимать их негде. Работа кооператива сейчас остановлена. Взнос принимать невозможно. Соответственно, это может довести кооперативы до банкротства, что приведет и к остановке вообще деятельности кооператива. Новому председателю, признанному судом незаконно избранным, члены кооператива пытаются передать еще один документ. Копию того самого договора аренды. Пошнаграй и Юрий Николаевич, совместно другая сторона, Морозов Аркадий Юрьевич, вот он стоит. Подписали фиктивный договор аренды от 20 сентября и сдали, значит, Пошнаграй сдал Морозову здание правления, согласно договору 58,1 квадратных метра, на условиях 500 рублей в месяц. С учетом, что коммунальные платежи оплачиваются из членских взносов, то есть отопление, электроснабжение оплачивается из членских взносов. Пункт 3.8 гласит, что при расторжении досрочного договора с арендатором, арендодатель выплачивает неустойку в размере миллион рублей. Один миллион рублей. То есть таким образом они пытаются, значит, реализовать свой рейдерский захват, рейдерский захват всего кооператива. Сначала они, значит, по фиктивным договорам аренды оформляют общественное помещение правления, потом они захотят, значит, оформить в собственность электроподстанции, потом они захотят оформить, значит, дороги, проезды, места общего пользования, потом начнут пенсионеров выживать из гаражей, выкидывать их за шкирку, значит, и забирать их собственность, которая и так-то, значит, нажита непосильным трудом и не имеет особых доходов. Мешаясь по поводу того, что Михаил говорил по поводу выкида бабушек из гаражей, Колобков Дмитрий Борисович находил людей, у которых очень большие подолги по гаражам. Он лично приезжал. Это ваша подпись в договоре, значит, аренды? Конечно, моя, конечно. То есть вы признаете, что он подписывается в этот договор? Дмитрий Борисович приходил к людям домой, у которых долги забирал, у бабушек гаражи, пугая их. Требует документы, если они ему там какие-то документы не предоставили, у них просто забирал гаражи, потом эти гаражи, вешал свои замки на эти гаражи и сдавал их в аренду. Все. Это правда, Дмитрий Борисович? Да, это не правда, абсолютно. Это многое гроши. Напишите, что с Михаила, с Михаила, с их стороны была угроза, в мой адрес, была угроза, неоднократная. Если что вдруг со мной, или семью, или семью случится, то, пожалуйста, в первую очередь предъявляйте ему. Дмитрий Борисович, скажите, а в вашей стороне были угрозы? С вами ничего не случится, я не угрожал. В мою личную сторону их было много. Два раза мне, извините, получал по морде. Четыре раза резали колеса на машине. Дочкину машину сожгли вообще. Поэтому один раз запенили выхлопную трубу. Вы подавали заявление в полицию? Подавал. Видеокамер нет, подтверждение не находится. Отказ в возбуждении уголовного дела. В этот уже субботний день Колобков на работу так и не попал. Ситуация в автокоперативе номер 9, столице Верхневожья, только обострилась. Среди противоборствующих сторон упоминались лихие 90-е. Смотрящие, откаты, рэкет, запенивание замков, подходы лиц, которые втроём к одному подходят и заставляют подписывать. Здесь время остановилось. Областная столица региональная. Но здесь время стоит. 90-е годы. Со всеми признаками. Со своей стороны мы обращаемся к правоохранителям взять на контроль ситуацию в этом автокоперативе, который объединяет свыше 2000 человек. Накал обстановки не предвещает мирного течения событий.